здравствуйте с вами николай пивненко эта программа открытый диалог во всем мире в октябре празднуется всемирный день психолога в россии есть свой персональный день российского психолога он отмечается в ноябре но все равно осенью и поэтому мы решили пригласить нашу студию профессионального практикующего психолога по отношениям женского и семейного антона данилова который еще является действительно членом международного международной профессиональной ассоциации психологов здравствуйте антон николай добрый день я так понимаю что специально осенью оба праздника отмечаются потому что тот человек который обращается к психологу у него в глубине души какое-то осеннее настроение правда возможно именно это совпало у меня есть свой курс авторские работы с депрессией как раз осенью весной в диме сезон все это обостряется вполне вероятно именно поэтому и к слову сказать как раз в ноябре проходит приуроченные к российскому дню психолога съезд нашей уважаемой ассоциации международной профессиональной ассоциации психологов которую мы празднуем ежегодно всем нашим коллективом ну вот вы приезжаете вы все собираетесь главный вопрос на сегодняшний день российские граждане не только в центре но и в глубинке они вообще больше стали обращаться к психологам если к вам доверие я сравню еще с одним институтом но если мы это будем сейчас института называть есть институт юридически то есть когда нужен адвокат когда ты попадаешь ситуацию беззакония когда ты хочешь найти защиту и вряд ли простой человек пойдет в адвокатскую контору чтобы ему кто-то помог во-первых он знает что это дорого во-вторых он не уверен в профессионализме похоже ли эта ситуация с психологами приходит ли к вам сегодня больше людей чем раньше приходит гораздо больше потому что система психологического просвещения развита гораздо лучше чем в даже в нулевые уж тем более в 90 80-е годы в нашей стране хотя на западе она развита последние 50-40 лет да да там психологу сходить это вот как магазин за хлебом сходить это обычное дело и даже не обязательно записываться на длительную терапию с глубокими травмами также как своему юристу появилась проблема сходил решил продолжать жить дальше но в нашей стране работа с психологом она осложняется еще тем что ну и в принципе в мире то с чем работает юрист недвижимость агенты проблемы уголовный кодекс это видно невооруженным глазом то с чем работает психолог психическое психологическое но в душе человека его так у юриста вот не потрогаешь не потрогаю по другой ну а не похоже ли это когда просто вот человеку нужно поговорить и для этого может быть не обязательно нужен психолог а какой-то мудрый человек даже неважно какого он возраста ну которого какой-то большой жизненный опыт до когда можно рассказать о своих проблеме и тебе будет предложено какое-то решение и зачастую давить существует у нас младшие идут к старшим или есть какие-то друзья и тут появляется еще параллельная история мошенничество потому что очень много но мы знаем до всяких знахарей астрологов и прочих сейчас астрологи начнут не обвинять в том что это не так но тем не менее людей которые там на чем-то гадают какой-то шар стоит какие-то специальные вещи и человеку кажется что ведь он заплатил деньги он пришел и теперь будет ему счастье то есть у вас большая конкурентная среда именно потому она конкурентна именно потому много астрологов знахари и целители экстрасенсов хотя я с уважением отношусь ко всем законы видам деятельности в нашей стране именно потому что психологическая специфика работы этих специалистов в том что они дают волшебную таблетку они дают магию они дают то что работает без твоих усилий не заплатил тебе дали воды шар еще что-то предсказание карту посмотри сюда посмотри это сработает как будто бы без тебя у психолога все работает кардинально по-другому человек должен приложить собственные усилия для того чтобы что-то изменилось завтра усилий сегодня чтобы чтобы что-то изменилось завтра именно поэтому своим клиентам я всегда говорю о личной ответственности о том что я не даю волшебных таблеток и священных пенделей понятно давайте поговорим о трех главных направлениях это состояние самого человека это семейная составляющая и скажем так она же в общем-то общественная потому что семья это общественная ячейка общества но и наконец это подрастающее поколение все мы через это проходили когда юношеский максимализм говорит о том что все неправильно да и только ты знаешь отсюда есть тоже несколько путей кто-то может свернуть на ту дорогу вот перед тем как мы начнем этот разговор скажите пожалуйста на сегодняшний день любому человеку нужно обратиться когда-нибудь к психологу почему потому что они все же люди имеют вот эту самую состояние депрессии очень часто я в депрессии неделю меня не трогайте я в депрессии чек как-то замыкается в себе ну в лучшем случае замыкается в худшем уходит пить водку да такое тоже мы знаем так летят депрессию а есть люди у которых вроде и нет депрессии хотя они тоже можно быть психологически неуравновешены вот где предел нормы и всем ли нужно приходить к психологу или можно без него обойтись вариантов нормы 7 до в норм она не одна это самые научные варианты норму возможно чуть больше так но всем или не всем это достаточно понять уже из того что если мы с вами нарисуем технику пирога проведем до нарисуем круг то расчертим его на тысячу частей так тысячу маленьких кусочков пирога депрессии это будет только один одна тысячная из всего этого проблем огромное количество но определяющим критерием надо к психологу или нет является успешность человека эрик берн американский психиатр психотерапевт вашем в одном из наших эфиров вашей студии я уже показывал эту книгу да он говорит о том что люди делятся на сценарий людей и жизнь людей делится на успешную неуспешную и непобедительную то есть жизнь бывает успешная жизнь неудачника и непобедителя если жизнь человека успешно и в принципе он всем доволен ему может быть психологу и не надо психологу надо тогда когда она становится неуспешной и вот это тревожный звоночек для того чтобы набрать телефон психолог а я вот не то что поспорю а бомж человек которого сейчас не принято уже называть но без определенного места жительства чек который сил ряда причин кто-то ушел из-за сложной жизни а кто-то принципиально это его свобода он так живет но тоже нет проблем совершенно верно и ему психолог не поможет потому что у бомжа и у любого человека у которого нет осознание своей проблемы нет запроса без запроса работа невозможно я предлагаю вам испробовать это на себе давайте у вас есть какая-то психологическая проблема которую вы не постыдились бы ну не постеснялись бы озвучить в студии но я даже не знаю ну вот я до сих пор не женат например давайте мы с вами вытянем закрытую карту этот инструмент называется метафорически ассоциативные карты это не значит что я бабка-гадалка это не казали карты таро не карты таро и никак и не игральные к не игральные да это просто картинки которые высвобождают метафора с я должен вытащить любую карту вы не выйти любую то есть мне конкретно никак нет ни конкретно сейчас вытащи что не так вот сейчас иконочку ведь на лицо так кладите ее на стол кладку их смешно и скажите я могу показать и конечно да значит на ней изображен что вы виды рыбак на льдине я так понимаю на зимней рыбалке теперь опишите что вы видите на этой карте не только то что изображено а что вы на не видите я на ней вижу значит стоит одинокий человек это про меня теплой одежде который отправился в зимнюю рыбалку у него есть все приспособления для этого есть специальная стрела который он даже это наверное не простой рыбак а и ну что-то типа рыб бьет какие-то боя такого льдина оторвалась и он вообще один в одиночестве на этой льдине бедняга путешествует это как раз меня все как раз тот случай когда карта точно попадает в проблему клиента теперь давайте с вами вытянем кладите на стол выкиньте еще одну карту положить ее слева она будет обозначать причину вашего одиночества это проблема а эта причина как и давайте подумаем в чем может и же марш и как можно так вот на картах то гадать а вот что в этой карте в новую видите о при ядре вашим а то которая первая наверное да вот это раз я и увидите слева да как это может быть причиной опишите ну вот на этой карте изображено да да я ее тоже естественно показываю вот вот эта карта чтобы описать а на этой карте все так замечательно дворик такой и российские и парижские улочка такой особнячок двухэтажный красивый в котором усадебка вокруг него очень яркая улица очень яркое зеленое насаждение все замечательно прям картинка такая включите свои метафоры ассоциации как где-то может быть причиной вашего одиночества николай я даже не знаю что как 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 какие месяцы ассоциации когда но может быть кстати человек и уходит из каких-то хороших условиях придумывается создает себе проблему вот она я за это вот ответ и пришел да я за и давай я считаю что человек должен создавать себе проблему знать как на свадьбе на свадьбе с незаметным форту да знаете есть такой на свадьбе тост а его обычно произносят люди так за ну за 45 и даже туда дальше они говорят а я желаю вам проблем чтобы у вас были барьеры ну все так как же там как же а потому что во время преодоления этих проблем вы будете наоборот ближе становиться вместе их преодолевать и идти вот к этому часть психологическом современном мировом психологическом сообществе все чаще слышатся голоса психологов о том что полезно выйти из зоны комфорта понять свои проблемы и в принципе ну не то чтобы создать по крайней мере понять начать их решать вот не быть довольным тем что есть этому будет мотивировать тебя к росту о котором мы говорили в начале этого эфира и в нашем предыдущем и вот теперь давайте с вами выкинем из другой части этой прекрасной колоды моей уважаемой коллеги виктории на анатольевна голобородовой который называется кризис равно решение давайте вытянем третью карту который будет я знаю викторию голобородов вот видите какие у нас прекрасный круг общих знакомых и эта карта покажет решение вашей проблемы то есть в чем может быть решение одиночества это уже ресурсная часть этой колоды сейчас какая тут у нас как раз талет там должен быть или ружу ну вот кардинальный вариант ой радикально мост раздумий фотография мост разуме похоже очень на питерский мостик красивый такой тоже такого но вот когда мы в питере находимся там таких мостов миллион то есть надо видимо постоять подумать и принять какой-то решение прекрасно вот мы уже сейчас мы еще четвертую последнюю карту вытащим которую подскажет нам крестик первый шаг первый шаг по выходу из одиночества до последние вот уже повод думать надо уже по вашему рассказу видно насколько действеннее это самый инструмент метафорических карт в работе психологов и в моей работе смотрите том числе тоже не поверят все будут думать что мы все с вами тут разложили а это действительно не могут обратиться к любому специалисту по метафорическим картам вас пробовать давайте а это карта шаг то есть какой шаг первый сделать чтобы вы перестали быть одиноким никого давайте сейчас попали попробуем мерить это уже может быть и не на пол но только я мог такую карту так же сказать а значит на карте изображена у нас значит столб я покажу на котором у нас находится несколько указателей среди них деньги работа дом любовь значит здоровье мечта вот эта карта все подвался николай да так и живем и как уж деньги налево любовь направо что-то еще налево вот так мы и живем нет чтобы все указатели в одном направлении были и куда идете вы какой следующий шаг на пути выхода из одиночества я должен выбрать из этого конечно это шаг но здесь на самом деле два таких больших прибита они что одновременно идут и работа любовь в одном направлении то есть можно идти параллельно да прекрасно то есть первым сожалению деньги дом и здоровье идут в другую сторону другую сторону но вы этим путем уже прошли теперь можно идти другим совпадает три мечта работа любовь они идут в одном направлении прекрасного я должен сделать ближайшее время мы погуляем на вашей свадьбе ну дай бог дай бог так хорошо давайте идти дальше у нас остается сейчас минута прежде чем мы перейдем ко второму вот скажите а после того вот того что мы сейчас проделали люди как которые пришли на прием к психологу что дальше то делать вот вы сказали ну вот ближайшее время погуляем на свадьбе а чё человек должен делать жить продолжать жить спокойно ждать счастья сейчас у нас с вами была не совсем психологическая консультация мы только продемонстрировали как она может работать да да это было очень кратко очень сжато по срокам на консультации в течение часа мы гораздо больше говорим о каждой карте чем гораздо больше сильно он должен что-то рассказать вы должны чтобы задавать мне вопросы конечно конечно это была одна из тысяч методик методик очень много разных и под каждую ситуацию она конечно может быть своя индивидуальная но заканчивается конечно практическим пониманием осознанным пониманием в каком направлении мне двигаться дальше а дальше все за усилиями что кстати посмотрю там что с деньгами еще может я поменяю направление деньги дом на и здоровье но тоже неплохой вариант вот если бы у нас было голосование я бы предложил закончить эту часть а так чтобы выбрали вы первый вариант мечта работа любовь это направо но мы же любим и налево а там три варианта деньги дом и здоровья вы пока думаете а мы сделаем небольшую паузу напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях антон данилов профессионально практикующий психолог по отношениям женским и семейным и действительно член международных профессиональной ассоциации психологов который вот в первой части даже провел давно эксперимент я уж не знаю теперь как мне психологически настраиваться дальше на встречу с нашими гостями но мы завершали нашу первую часть 3 вот направление ведь карта тоже дело это же не игральная карта это не карта таро это не какая-то мошенническая здесь очень странный выбор вот как вы считаете сейчас уже не про меня а большинство людей чтобы выбрали вариант 1 мечта работу любовь вариант 2 деньги дом здоровья с точки зрения математической модели оба варианта абсолютно идентичны потому что зачем тебе работа если у тебя нет здоровья или зачем тебе любовь если нет здоровья и зачем тебе здоровья значит и деньги если у тебя нет любви ну как бы это такие традиционные вещи то есть мы все время стоим перед выбором что выбрать то правильно то что вы говорите то как вы говорите как вы описываете карты то что вы видите в этой карте математической модели все это говорит про вас поэтому и наставники по обучению этим самым методикам работы с метафорическими ассоциативными картами они всегда говорят кого карта того и история то есть каждый видит в карте что-то свое вы увидели так но другое видит по-своему важно не что нарисовано что человек в этом видит кто-то в этом увидит задний фон небо и расскажет про него да то есть он вообще проигнорирует стоп кто-то видит траву кто-то в принципе вспомнит ассоциации своей жизни с этим столбом скажет о а я видел похожий столб и что-то из него вспомнит чья карта того и история психолог это катализатор то есть катализатор в химии это какой-то реагент который способствует ускорению реакции это вещество она не принимает участие основного да вот в этой пробирке что той самой но способствует то же самое психолог у человека есть большой пласт проблем в прошлом у него есть определенные представления определенный жизненный опыт психолог становится этим проводником между двумя другими проводниками стоком который соединяет эти контакты человек идет благодаря психологу дальше да психолог становится вот его методы в том числе метафорические карты рациональные методы там когнитивно-поведенческой терапии какие угодно другие там их тысячи десятки тысяч метров с помощью своих инструментов он способствует ускорение процесса и вот этого самого пути к счастливой жизни к нормальной жизни расчешной жизни психолог может навредить если психолог непрофессионален если много других и ошибиться он даже профессиональный может уже до психолог может ошибиться каждый метр права на ошибку конечно но для того чтобы психолог был максимально объективен максимально профессионален существует два основных способа 3 это пожизненное обучение психолога закончил одни курсы передах пожизненное звучит до 100 устроился на другие до записался на другие второй момент его личный психолог у каждый психолог есть свой психолог если его нет это не профессионально это ужасно грубейшая ошибка особенно молодых психологов которые хотят читать мысли я таким тоже был да но благо я как-то сразу доверил своим наставникам у меня был личный сейчас есть личный психолог и 3 психолог который есть у каждого психолога это супервизор либо супервизорская группа и вот когда это есть то это максимальный успех максимальная прокачка и средства от профессионального выгорания в том числе хорошо но есть еще у нас такое понятие психотерапевт есть понятие психиатр люди всю жизнь и сколько это будет продолжаться будут путать чем разница между психиатром и психологом психиатр это уже когда действительно как говорят народе крыша поехала с другой стороны как я могу понять что у меня крыша поехала психиатр это врач так он закончил медицинское учебное заведение в нашей стране мы говорим сейчас про россию да затем он закончил ординатуру или и получил переподготовку по психиатрии специализации в ординаторе да поэтому он врач к нему обращаются люди с заболеваниями потому что он врач это шизофрения это депрессия это там навязчивые мысли все же депрессии к вам при все что угодно с навязчивыми мыслями к вам могут прийти по закону это компетенция врача-психиатра психотерапевт это тоже врач в российской федерации который по закону обязан быть врачом на получил переподготовку по психиатрии и если ты не врач и пишешь на своем кабинете психиатра это незаконно ну и в самом основном отличие все дайте человеку психолог да звучит веселее чем психиатр психиатр это психолог который работает с тяжелыми случаями часто работает на глубокую проработку проблем то есть это очень глубокая проработка проблем часто это длительная терапия да и психолог тоже работает с глубокими психиатр ой психотерапевт и психолог они во многом похоже поэтому если это не заболевание только психологу или психотерапевту понять по профилю профиль психолога психотерапевта всегда указан на сайте или в анкете почему сегодня число разводов мне кажется в некоторых регионах даже превышает число брака просто об этом не радостно нам она сообщает или ошибаюсь число браков не превышает но вот в магаданской от на 50 до 50 на 50 это москва как раз 50 процентов по официальной статистике прошлого позапрошлого года магаданской области в ленинградской там около 80 даже магаданской за 80 разводов до разводов но то есть браков в любом случае больше вот но это конечно статистика ну печально люди не хотят жить вместе или по крайней мере официально не то есть что-то заставляет их даже официально разводиться только потому что они не переносят друг друга можно ли сделать вывод что человечество развиваясь стремясь вперед получая новые гаджеты улучшая так сказать свои возможности бытовой жизни технический прогресс а на самом деле это нас немножечко убивает всех человек никогда не будет счастливым если он настроился быть счастливым если он настроился получить от брака счастье он непременно разведется так что тогда в брак вступать с грустью что ли папа слезы лить вступая в брак нужно учитывать что человек переключается в течение жизни он какое-то время суток и какое-то время года соответственно бывает в позиции внутреннего родителя это не прощая позиция р да это контроль и забота себя детей и других раз ног этому же до внутренние взрослые это осмысленность это ответственность и внутренний ребенок это счастье эмоции все остальное если цель только здесь и вот это не учитываясь человек не сможет быть счастливым либо ему придется заниматься с психотерапевтом чтобы перестроиться с другой стороны я слышал такую историю что если человек особенно в семейных отношениях хотя бы кто-то один вот человек ребенок есть такие люди которые 80 лет сохраняют детскость ведь согласитесь что ну люди мне так кажется может быть они прав до того момента когда они начинают осознавать что с ними происходит он делает что хочет он извините писает ада когда он хочет он кричит когда он хочет он требует чтобы его кормили у него глаза другие как только он осознает что ему говорят вот надо сделать так сюда сходить в туалет сюда не ходи кушать во столько-то с родителями во столько-то у него появляется осмысленный взгляд и не такой лучезарный получается что взрослеем мы становимся хуже менее свободными наверное не хуже наверное просто мы взрослеем то есть мы становимся более осмысленными но в идеале чак должен делать то что он хочет сохранять в себе это ребенка если он делает не то что он хочет у него начинается как раз та самая депрессия невроз если слишком много должен это точно невроз это точно не про здоровье не про счастье если человек так сформировался что он эгоист или так сформировал женщина феминистка пусть человек живет комфортно в позиции эгоиста или феминистки потому что попытка сломать человека без его собственного желания она приведет к травме или гибели человека даже поэтому пусть общаются с эгоистом те кому комфортно общаться с эгоистом вот и пусть он находит друзей по интересам и также феминистки если человек вырос с травмами с не могут не общаться люди которых он травмирует просто могут от него уходить в В этом плане Эрик Берн говорит, что мы должны держаться в позиции «я ок, ты ок». То есть я окей с собой, и ты окей со мной. Если человек приходит ко мне, понимает, что я ему не подхожу как психолог, хотя другим я подхожу, он может найти другого, и это нормально. Если человек со своей позиции, даже которая мне лично не нравится, если ему в ней комфортно, и пусть он в ней живет. Хорошо. Сегодняшнее поколение, во-первых, на мой взгляд, я вам преподаю в вузах, очень часто оно асексуально. Такое ощущение, что ребенок появится у них сверху, откуда-то упадет. И второй важный момент – они не знают, для чего они существуют, они не знают, чего они хотят от жизни. У них нет какой-то цели, они не могут определиться с работой, они не выбирают себе партнера по дружбе. Действительно, партнера, понятие дружба, влюбленность. Может быть, я все утрирую, но уже возраст позволяет немножечко сказать, что мы все такие замечательные, а не бедные. Они прекрасные, безусловно, но они иные, другие. Они почему-то сами в себе. Это действительно так или я утрирую? Да, зачастую так бывает, когда зона комфорта семье позволяет родителям проявлять гиперопеку. То есть за ребенка слишком много делается с ранних лет, за него делается все. Что там говорить? Ну, это не про всех детей Москвы, но это бывает часто, особенно в крупных городах, в успешных семьях. Когда у ребенка не выстроены границы, когда они слишком широкие, когда у него нет обязанностей в семье, нет режима, когда слишком много делается, он не знает, ради чего жить, когда он оказался в ВУЗе, который за него выбрали часто его родители, исходя из лучших побуждений. Поэтому в этой ситуации это неизбежно, за этим стоит экзистенциальный кризис, кризис смысла жизни. Либо человек совсем себя потеряет, что не дай бог, либо он встретится с опытным психологом и будет искать смысл своей жизни. И тут очень важный момент, совсем мало времени у нас остается, но вот эти страшные группы, когда детей, выменяемых в хороших, как мы говорим, семьях, заставляют то самоубийство совершить, то поиграть, перебежать перед автомобилем и так далее. Не хочу просто это так все называть, рекламировать, но я четко помню, что в наше время были какие-то там игры жесткие такие, но вот чтобы вот прям риск для жизни, а сегодня это... Я уже не говорю про другие варианты, то, что мы знаем, в школах происходит, не только в нашей стране, за рубежом и так далее, когда приходят, что-то там творится с классом, да, вот с оружием, я имею в виду. Это что такое? Может быть, молодой, может быть, человек тоже потихонечку сам по себе начинает как-то видоизменяться? То есть возвращается какое-то животное состояние? У каждого ребенка есть... То есть страх исчезает? Да, у каждого ребенка, как у любого взрослого, есть состояние доверия миру. И когда оно слишком большое, ребенок доверяет нечувствуя опасность тем вещам, которые интересны, но они таят за собой вред здоровью или гибель тела. Психолог может помочь? Да. Психолог призван в этом помочь. В первую очередь в школьные годы на это должна быть направлена работа школьной психологической службы. И передаю привет моим уважаемым коллегам, с которыми мы работаем по проекту, Ольге Шустовой и Елизавете Васиной. И вот именно психолог, находясь рядом с детьми в школе, призван донести эту мысль, что не всем можно доверять. Если человек со стороны незнакомый, ему вообще доверять нельзя. И с другой стороны, если это те самые суицидальные игры, в которых вы говорите, синики-то другие, не дай бог в них попасть, это было и в нашем детстве. Просто тогда мы с вами не были журналистами и психологами, и в наших школах, слава богу, этого не было. Пронесло. Но в других школах... То есть это есть всегда. Это было всегда. Всегда дети доверяли каким-то опасностям. И в принципе детский интерес к тому, что запретно, это было всегда. Но профилактика – это тоже действие. То есть если почувствовали, нужно идти. То есть нужно, чтобы родители тоже за этим следили. Последний вопрос. Очень коротко ответьте, пожалуйста. А что нужно для того, чтобы стать психологом? Не любой же, наверное, может стать этим человеком? Или в принципе любой? Выменяемый, как мы говорим. – Самый лучший психолог – это раненый целитель. В прошлом эфире я рассказал, почему я раненый целитель. Это человек, который... – Прошел через проблему. – Прошел через какую-то проблему. Он освоил мотив помощи себе и потом захотел помогать другим. Бывает по-разному, но люди, которые прошли через свое собственное решение, нашли, они всегда помогут найти это решение другим людям. – Ну что ж, будем надеяться, что так оно и будет. У нас в гостях был Антон Данилов, профессиональный практикующий психолог по отношениям женский и семейный. Действительно член Международной профессиональной ассоциации психологов. Ну и еще раз всех психологов и, в общем-то, всех клиентов психологов. Поздравляем с Всемирным днем психолога, который отмечается в октябре. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. С вами был Николай Кривненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова